На сегодняшний день из-за рубежа вывезли порядка 75 тысяч российских туристов. Это около 80% от общего количества путешественников, которые столкнулись со сложностями по возвращении на родину. Российские власти сделают все возможное, чтобы туристы как можно быстрее ступили на родную землю. Только за последние сутки в Россию вернулись полторы тысячи человек. Проще работать с путешественниками, которые купили готовые туристические пакеты. По словам представителей рост туризма, большинство из них находится в Египте, Турции, а также Эмиратах, Доминикане, Вьетнаме и Таиланде. Те, кто полетел с туроператорами, им, конечно, беспокоиться не нужно, потому что у туроператора есть обязательства и они всех вывезут. При том, что большинство полностью отдыхает свой отдых и только после этого их уже вернут. Турфирмы вывозят клиентов на специальных чартерах, а самостоятельные путешественники могут воспользоваться стыковочными рейсами через третьи страны. Сейчас это Турция, Эмираты, Армения, Казахстан, Азербайджан, Катар. К примеру, из стран Карибского бассейна, таких как Доминикана, можно вернуться домой с пересадкой в Эмиратах, из Азии через Казахстан, из Европы с пересадкой в Стамбуле, а из Скандинавии поездом через Хельсинки. При перелете с пересадками важно помнить также о том, что во многих странах все еще действуют коронавирусные ограничения. Аэрофлот организует специальные рейсы из Коломбо, Шри-Ланка, Хургады и Шареншейха, Египет, для возвращения российских туристов, находящихся за рубежом. К перевозке принимаются граждане России, имеющие билеты этой авиакомпании туда и обратно с использованным полетным сегментом из РФ. Воспользоваться бронированием на специальные рейсы можно только один раз. Заявленное, но не использованное бронирование перевозки будет аннулировано и возврат по нему будет недоступен. Работа по организации специальных рейсов для возвращения пассажиров аэрофлота в Российской Федерации продолжается. О каждом из них авиакомпания сообщает дополнительно. Если у туристов, которые отправились в поездку самостоятельно, возникли сложности, они могут получить консультацию в специальном приложении, созданном Министерством иностранных дел России. Его можно скачать на телефон. Министерство иностранных дел заинтересовано в том, чтобы все туристы смогли обеспечить безопасное возвращение на Российскую Федерацию. Поэтому сейчас уже производится работа и устанавливаются наиболее безопасные маршруты и пути для такого движения. Приложение позволит сотрудникам МИД составить списки россиян, которым нужна помощь при возвращении домой. Есть и другие варианты получения поддержки. Можно позвонить на горячую линию МИД по телефону, указанному на экране. Или отправить письмо со своими данными на адрес, указанный на экране. В МИД заявляют, никто из российских туристов не останется без поддержки и помощи.